добрый день наши подписчики гости нашего канала вот мы пришли босиком поднялись на гору и здесь на горе возле замка растет очень много чистотела вообще старые люди говорили где много людей ну может здесь люди я думаю болели раком раньше вот чистотел он запомнил это и растет вот здесь просто насыпи вот чистотел вот на растение я даже с корнями рву вот чистотел выглядит так молодой пакетик оставим корень оранжевый одевайте рукавицы корень оранжевый вот если вы оторвете листики то из листиков пойдет темно-желтый сок видите это еще растение молодое но она уже пускает сок она сейчас очень эффективные и сильные и вот такие вот я уже мазала если у вас бородавки на теле то у меня дочка была бородавка большая я и научила третьем классе и вреди школу и срываешь и мажешь но она так ходила срывала мазала у нее бородавка стала не видно то есть на как кожа стала это бородавки лечит и лечит экземы лечит разные сыпи в качестве отвара примерно на ванну потому что лучше всего ванну потом надо будет мыть но это не важно для своего здоровья не грех и ванну помыть ванну при экземах при текущих при сохнущих при лишиях при опоясывающих по бог знает что делается вам нужно с корнями 10 10 растений вырвать корни дома щеткой помыть воде и на 5 литровую я по своей всегда мирю 5 литровую кастрюлю вот таких вот 10 частей растения достаточно будет чтобы сделать отвар то есть доводите до кипения 5 минут кипятится потому что корни еще и оставляете это на час настаиваться после этого отвар процеживаете добавляете в ванну геморроид геморроиды если у вас грибки если у вас какие-то бактерии если у вас что-то там чешется высыпание это называется чистотел потому что чистое тело вот такое сильно для женщин женщины которые у которых молочница у которых эрозия шейки матки у которых некие выделения конечно надо идти к врачу и проверяться но в принципе вот сейчас весной будут у многих женщин выделения потому что чистится организм это нормально вот и моя бабушка это она всегда спринцевала сода и чистотила она была гинеколог вот с тех пор я знаю что покупаете спринцовку и вот два вот таких вот растения два небольших молодых заваривать на 800 миллилитров кипятка берется два растения заливается закрывается и настаивается 20 минут потом это процеживается наливаете в спринцовку и спринцуетесь каждый день спринцуетесь также и у мужчин если у вас проблемы с вашим пенисом я уже так не могу да по-другому сказать что это анатомия и то делаются ванночки примерно вот есть мужчины у которых я видела пациентов таких у которых опухоли на простату опухоли яичек опухоли за урок но и тогда вот это неприятно и но вот текущие такие есть тоже выделение и это нормально делать ванночку и ложить погружать ванночку пенис я говорю как она есть бог нам дал это от этого не убежишь остальное что делаются отвары такие же отвары как для спринцевания точно также промывается лицо вы можете кубики льда женщины сделать и умываться у вас не покраситься лицо не бойтесь умываетесь льдом потому что чистотел он летит кожу акне прыщики всякий гной раз за разом выводит также чистотел если сок чистотела поставить на гнойные выделения прыщики он и прыщик излечит но во внутрь при раковых заболеваниях есть один такой рецепт для этого надо собрать много выжимается сок из всего растения особенно весной заготавливают это все собирается и перемат через мясорубку через одну тряпку процеживается добывается сок примерно бутыль он хранится вечно если не сказать ну точно хранится три года при раковых заболеваниях до третьей степени я не говорю сейчас что но многие люди лечатся так я не говорю что не надо идти к врачу врачу надо идти обязательно но я говорю что есть такой рецепт сок от чистотела лечит рак до третьей степени я тоже его пила сок и делается он одна капля первый день одна капля три раза в день то есть утром вечером по одной капли второй день также две капли две капли утром две капли днем две капли вечером на третий день по три капли и так далее до 40 капель до 40 дней на сороковой день выпивай 40 капель уже то есть вы постепенно приучаете организм к яду потому что это ядовитое растение не забывайте но не ядовитое она очень сильная токсичная для печени поэтому по каплям и до 40 дней после вы принимаете на убывание по 39 капель 38 37 и до первого дня по одной капле так пролечивают в основном у меня ну практика есть скажем с раком груди рак матки рак желудка вот вот этим есть у меня опыт с другими раковыми опухолями нету потому что ну с лечение чистотела про раковые опухоли я вам раз сделаю специальное видео почему нельзя их сравнивать также в чай если весной пить чай чтобы почистить от паразит паразитов бактерий также антикоронное средство могу сказать то достаточно в чай добавлять два листика свежего чистотела от него ничего не будет 250 миллилитров кипятка вы берете свои травки достаточно тысячелистник ромашку зверобой по щепотке вот как соль берете по щепотке нам дали три пальца у меня пальцы короткие у кого-то длинные толстые бог нам дал руку это мера так же как и наше сердце не может сердце одинакового размера быть у всех и руки тоже не разные на бог дал троицу мы этой троицы берем травки вот каждый возьмет столько сколько ему надо я вообще-то не люблю эти столовые чайные ложки но так вот современном виде к сожалению так водится берете по щепотке зверобой просили ромашку бросили че тысячелистник бросили подорожник бросили и прибавили два листика этого тысячи чистотела заварили 250 миллилитров кипятка настояли 15 минут процедили добавили я не знаю что там сиропом меда что по вкусу кто добавляет можно без этого петь его и почистить свое тело он убивает ноги бактерии и все ненужные он чистит и почки он и тонизирует печень он укрепляет сердце желудка кишечник у кого полипы у кого грибки у кого-то бог знает что растворяет каловые массы раз за разом разором же используйте весну сейчас очень сильные растения но они еще не ядовитые ядовитые они будут очень сильны когда они начнут цвести вот тогда его уже пить нельзя это важно и сок если вы хотите кто-то сделать потому что сок не только используется при раке и сока делают мазь мазь которую тоже мажет и для омоложения для бог знает чего мазь чистотела очень сильно для этого вам нужно сейчас собирать вот сейчас время собирать один месяц чистотел потом вся сила уходит в растение само в листья а также потом в цвет и в корню остается конечно сок но там силы нет поэтому собирайте сейчас и корни растения она размножается быстро ничего страшного вы никому не навредите а также сделайте ну при бог нам дал это для лечения изначально так что оздоравливайтесь смотрите больше информации про чистотел ваших деток учите как я свою дочь объясните почему и что дети будут делать и посмотрите как будет уходить бородавки ну вот и все коротко чистотели всем хорошего дня пока пока оставайтесь здоровыми